Вестник Северодвинска о спорте. Сегодня, несмотря на плохие погодные условия, успешно прошла 58-я по счету первомайская легкоатлетическая эстафета. В соревнованиях на 4-х километровой дистанции приняло участие около 80 спортсменов всех поколений. Смешанные эстафеты и соревнования открыли ветераны. Золото за динамовцами, серебро, севмаш, бронза у звездочки. Среди физкультурников первое место за женщинами севмаша, второе место у звездочки и бронза у динамо. В этой же группе у мужчин быстрее всех оказались севмашевцы, серебро за динамо и третья звездочка. Среди школьных коллективов на беговой дорожке завязалась ожесточенная борьба. У юношей с небольшим отрывом первыми пересекли финишную черту ученики 17-го лицея, второе место, шестая и третья, 31-я школа. Олег, поздравляю с победой. Твои впечатления вообще сегодняшние? Хорошее впечатление. Многое тоже готовились. Сложно победили, мне кажется. В следующем году опять будете первыми? Конечно. Проиграли совсем чуть-чуть основным конкурентам 17-му лицею. Силы, я думаю, были равны, потому что 17-я школа не такой уж сильный конкурент для нас. Совсем чуть-чуть нам не хватило буквально, мы практически их догнали. Но на следующий год будем больше и больше тренироваться. Думаю, все получится у нас. У девушек с явным преимуществом победили ученицы 6-й школы, серебро за 17-м лицеем и бронзаут 14-й гимназии. Ну что, девчонки, поздравляю с первым местом. Вы там стили за парней? Да, да, в стиле. Готовились? Да, очень сильно готовились. Легко бежалось по такой погоде? Да, но в конце очень ноги сильно устали, поскольку не привыкли к асфальту. Ну, мне повезло, мне как раз ветер в спину был. По окончании забегов всех призеров поздравил председатель отдела физкультуры и спорта города Северодвинска Сергей Ведлога, а также по традиции были отмечены наградами победители первых этапов. Сергей Курбан, Константин Мухин, Александр Осенков, Вестник Северодвинска.